Рубалтик.ру. Итоги недели. Рубалтик.ру. Итоги недели. Остров был передан из состава России в состав Украины. Чем же он был тогда обусловлен? Какое значение это событие имело для реалий того времени? Крымского канала, крупнейшей на тот момент Европе растительной системы. И вот как бы для интеграции хозяйственных комплексов якобы логично было включить Крым административно в состав Украинской СССР. Кроме того, поскольку в том же году отмечалось все эти воссоединения Украины с Россией, естественно, был озвучен и этот пропагандистский момент с наднерушимой дружбой русского и украинского народа. Но, сумеется, что здесь были и подводные камни, потому что шла борьба за верховную власть в стране, пусть эртисалина прошло меньше года. И, естественно, что Хрущев преследовал и свои личные цели. Это говорит о том, что это решение было им озвучено достаточно внезапно. Внезапно и для других членов партийного руководства он поставил их перед фактом. И поэтому, к сожалению, мы не можем это документально доказать. Это только оценочное суждение, что передавая Крым, который Пабло Неруда назвал орденом на груди планеты Земля в состав Украинской ССР, Хрущев, можно сказать, авансом затыкал рот украинской партийной номенклатуре в преддверии 20-го съезда. В преддверии того, что он намечал, так называемое развенчание культа личности Сталина. И в то же самое время вы сказали, якобы экономически было выгодно. То есть, все-таки есть какая-то другая точка зрения, что экономические выгоды были несколько преувеличены. Дело в том, что в условиях существования единого народно-хозяйственного комплекса СССР принадлежность каких-либо хозяйственных структур, ну, например, Северокрымского канала той или иной республики, никакой принципиально не имел. Северокрымский канал в любом случае был поделен между двумя административными субъектами Херсонской области и Крымской области. И поэтому, если бы при этом Крымская область оставалась в составе РСССР, никакому хозяйствованию это, разумеется, бы не помешало. Поэтому этот повод был чисто формальным и чисто надуманным. В свое время еще и очень активно пропагандировалась различными украинскими СМИ такая теория. Эта теория, в частности, высказывалась украинским сайтом «Аргумент», «Украинская правда» и некоторыми другими, о том, что передача Крыма – это была якобы компенсация за другие территории Украины, которые были переданы России. Речь там шла, насколько я понимаю, о Таганроге. Я специально посмотрел, когда Таганрог передавался, это в 20-е годы. Может ли быть эта компенсация за передачу Таганрога, тем более на три десятилетия эта компенсация как-то запоздала? Нет, конечно. Нет, конечно, не может. Потому что на самом деле, если мы посмотрим, какие территории были фактически декретивно введены в состав Украинской ССР еще при ее формировании в начале 20-х годов, то скорее можно говорить о том, что территории в основном руссконаселенные, русскоговорящие, тот же Донбасс в частности, были переданы в состав Украины. И никто, естественно, такой арифметикой в советском руководстве, такими обменами и компенсациями не занимался. В те времена вряд ли у кого-то могло возникнуть сомнение в том, что Украина – это совершенно неотъемлемая часть единого государства. Была ли какая-то негативная реакция, может быть, со стороны низовой партийной номенклатуры или же со стороны общества в связи с этой передачей? Со стороны общества и партийной номенклатуры вряд ли была ярко выраженная негативная реакция в момент передачи в силу ряда обстоятельств. Во-первых, это эффект неожиданности. Я думаю, что Никита Сергеевич, затевая это дело, на эффект неожиданности рассчитывал. Это первый момент. Второй момент. Всего лишь два года неполных прошло после очередного витка сталинских репрессий. И так называемое ленинградское дело, по которому были осуждены и расстреляны руководители ленинградской партийной организации, затронуло и крымскую партийную организацию. Был репрессирован первый секретарь крымского обкома партий. Поэтому партийной номенклатуры было совершенно не до того, чтобы выражать свое недовольство какими-то территориальными передачами. Ей нужно было в условиях борьбы за власть просто усидеть на месте. Что касается населения, нужно иметь в виду, что Крым после завершения боевых действий на его территории очень сильно обезлюбил. И как раз в это время, в 50-е годы, в Крым приезжало очень много людей из нескольких регионов. Это так называемая переселенческая политика. Из нескольких регионов Черноземья России и Северной Украины. И, соответственно, да, как бы создавался новый крымский социум. И эти люди еще не были связаны какими-то региональными привязанностями. И для них, соответственно, пребывание Крыма в составе России или Украины действительно явно было не передоочередным вопросом в жизни на тот момент. И в то же самое время, вот вы упомянули о миграционных процессах. Тут нельзя не упомянуть, что за 10 лет до этого произошла депортация крымских татар, когда практически все крымско-татарское население было переселено с полуострова. Ну, а также греки, армяне, в 41-м году немцы и так далее. Ну, крымские татары, я просто их упомянул как самые многочисленные из переселенных народов на полуострове. И все-таки вот эта самая депортация, она могла как-то повлиять на решение Хрущева? Может быть, это была какая-то вынужденная мера в связи с тяжелой экономической ситуацией, нехваткой рабочей силы, вынужденность способствовать миграции? Экономическая ситуация в 54-м году явно была легче, чем в 44-м году, в тот период, когда произошла депортация народов. И поэтому напрямую связывать эти события вряд ли есть резон. На тот момент было депортировано большое количество народа, в том числе чеченцы, в том числе балкарцы. Их возвращение на родину начнется только через три года, в 57-м году. И поэтому, ну, если руководствоваться этой логикой, можно было бы на тот момент территорию ликвидированной Чеченой и Ингушетии передать в состав Грузии, к примеру. Но этого же не произошло. Может быть, предпринимались какие-то попытки по украинизации этой территории после 54-го года? То есть... После 54-го года политика украинизации велась. Ну, во-первых, в школах, во всех городах и районах, кроме Севастополя, изучался украинский язык. Во-вторых, все официальные издания, все официальные газеты публиковались на двух языках. Ну, та же, к примеру, «Крымская правда». Это была газета, которая выходила в русскоязычном варианте, которая раскупалась, и которая выходила в украиноязычном варианте, который не раскупался, потому что на украинском языке здесь никто не говорил и не читал. Поскольку я представитель того поколения, которое еще помнит Крымскую область, я могу вам сказать, что дети очень негативно относились к тому, что их заставляют учить украинский язык, они считали это совершенно потерянным временем в школьном образовании. Это не приживалось. Но политика украинизации в составе Украинской ССР велась. А как дело обстояло с высшим? Ну, не давало плодов. Плодов не давало. А как дело обстояло с высшим образованием? Можно было бы получить... Высшее образование в СССР в основном было на русском языке. Но, естественно, что в тогдашнем Симферопольском университете было создано отделение украинской филологии. И, ну, собственно говоря, в этом смысле и все. Потому что, ну, кто-то должен был готовить учителей украинского языка. Их готовило вот это отделение. В российской историографии, вообще в российском общественном мнении, современном, как-то укоренилось представление о том, что именно Хрущев был инициатором передачи Крымской области. Но мы все знаем, что Хрущев был в свое время первым секретарем Коммунистической партии Украины. И, может быть, это как-то повлияло вообще, насколько именно это было желание Хрущева? Или же тут были какие-то другие действующие лица? Действующих лиц, которые повлияли бы на Хрущева, насколько мне известно, документы не фиксируют. То есть это действительно он инициатор. То, что было потом подверстано, трехсотлетие воссоединения, экономические интересы и так далее, нужно было просто оправдать волюнтаристское решение. Помните, когда Хрущева снимали, его обвиняли в волюнтаризме? Вот это одно из самых ярких его волюнтаристских решений в этом смысле. И, если вы помните, он настолько спешил, что даже процедурно это было оформлено крайне некорректно, что на сегодняшний день в российской, так сказать, правовой науке доказано и доказано абсолютно четко. А можете пояснить немножечко, что там было неправильно? Неправильно заключалось в том, что решения принимали прелидиумы Верховных Советов, а не их полные составы, что было предусмотрено Конституцией. А прелидиумы – это рабочие органы, они не могут принимать такие решения. Ведь помимо Крымской области на полуострове есть и особый все-таки субъект. Речь идет о городе Севастополе, который сейчас является городом федерального значения в России. Многие исследователи считают, что правовой статус Севастополя еще был более спорным, потому что у нас и в свое время и Верховный Совет России, и Государственная Дума в 1996 году, они ссылались на то, что был в 1948 году принят указ о выделении Севастополя в самостоятельный административно-хозяйственный центр. И на этой основе они утверждали, что Севастополь никогда не передавался в состав Украины. Насколько это... Да, действительно, фактически получилось, что Севастополь оказался в составе Украины явочным порядком, без должного правового оформления. Просто, на самом деле, как правило, забывают о том, что Севастополь обладает особым административным статусом. В то время тоже про это забыли. И поэтому вопрос этот был урегулирован явочным порядком, когда принимались новые конституции УССР и РСФСР в 1978 году. В Конституцию УССР дописали Севастополь, а в РСФСР не дописали Севастополь. То есть вопрос дорешали, еще раз подчеркиваю, явочным порядком. Действительно, тот факт, что Севастополь был отдельным субъектом РСФСР 1948 года по 1954, в документах о передаче Крымской области никак отражено не было. И действительно возникла еще более острая правовая коллекция. То есть он был передан именно в соответствии уже, когда появилась Конституция? Я правильно понимаю, в 70-е годы? Передал, передал, передал. Это слово здесь вообще неприменимо, потому что когда кто-то что-то передает, подписывается, грубо говоря, акт приема-передачи. Здесь такого документа не было. Скажите, пожалуйста, а вот были ли какие-то попытки может быть пересмотреть этот вопрос в советское время? Были ли какие-то, может быть, заинтересованные лица в 60-е, 70-е, 80-е годы? Или же это никак не рассматривалось? Попытки, может быть? Ну, до тех пор, пока не началась перестройка, пока еще в эпоху перестройки, до распада Советского Союза не начался парад суверенитетов, этот вопрос не вызывал какого-то особенно жесткого дискомфорта. Вот я вам сказал, в системе среднего образования был определенный дискомфорт. В 1990 году вновь избранным Верховным Советом УССР был принят закон о языках, который определял украинский язык как единственный государственный язык, и, соответственно, стало понятно, что украинизация теперь будет идти по нарастающей, и вот все то, что в Крыму зрело под спудом до этого, потому что несколько поколений школьников выучились и испытывали уже недовольство от этого давления в сфере образования, оно стало нарастать. И, соответственно, в условиях, когда в 1990 году уже полным ходом шло возвращение в Крым депортированных народов, сразу же возникла ответная форма о восстановлении статуса Крыма как автономной республики. И, разумеется, сразу же возник вопрос в составе какой союзной республики будет восстановлена эта автономия. И тогдашний председатель Верховного Совета УССР Кравчук, чувствуя эти настроения, понимая, что требования о восстановлении крымской автономии по сути являются заявлением о шаге Крыма на выход из состава Украины, сидя в президиуме Крымского областного Совета, придумал и написал своей рукой сохранилась эта бумага формулировку будущего референдума, будущего первого в истории СССР референдума крымского о восстановлении автономии Крыма. Вы за восстановление Крымской АССР как субъекта Союза СССР и участника союзного договора. Рукой Кравчука была написана формулировка, в которой не упоминалась Украина. Да, действительно, это речь идет о восстановлении Крымской АССР 12 февраля 1991 года. Референдум был раньше даже, по-моему, общесоюзным прошел даже на месяц. Референдум был 20 января, а этот день отличается в Крыму как День Республики. И действительно, тогда она снова стала автономной республикой. И как же все-таки повлияло возвращение крымских татар на становление автономной республики, восстановление автономии, как оно изменило общественный вес в области, а потом и в СССР? Что изменило свое решение? Ну, разумеется, возвращение депортированных народов при галу аргументов в пользу восстановления автономной республики, хотя внутри самого крымско-татарского социума шел очень непростой такой диалог, точнее, это даже была борьба политическая между сторонниками того, чтобы крымские татары включились в процесс восстановления автономии и тех, кто выступал за бойкот этих процессов, потому что автономия не была создана как национальная крымско-татарская. И поэтому крымские татары уже тогда разделились на тех, кто активно участвовал в государственном строительстве и тех, кто выражал свое недовольство недостаточно национальным характером этого государственного строительства. Поэтому, соответственно, инициаторами восстановления республики была все-таки русская часть крымского социума в первую очередь. А чего же хотели противники автономии от лица крымских татар? Что их не устраивало в автономии? Они хотели национальной автономии. Крымско-татарская автономия? А национальности эти перечислялись в каких-то основных документах? Или же это речь шла о российско-украинско- крымско-татарской автономии? Или же это никак не определялось? Нет, национальности не перечислялись. Национальности не перечислялись. Но, когда 6 мая 1992 года, уже после распада Советского Союза, была принята первая крымская конституция, в этой конституции было записано, во-первых, наличие трех государственных языков. Они на тот момент были прописаны по алфавиту. Получалось крымско-татарский, русский и украинский. И, кроме того, был парламент с национальными квотами. Среди 100 мест, из которых парламент состоял, 14 мест гарантировалось крымским татарам. И еще по одному месту армянской, греческой и, если памятник не изменяет, немецкой общинам. То есть, вот таким вот образом прописывалась многонациональность республики. И как долго сохранялся... И государственный телеканал Крым вещал на шести языках. Кроме того. И как долго сохранялись эти национальные квоты? Удивительно, что национальные квоты в 90-е годы были... Да, в 1994 году по этой конституции прошли выборы за Верховный Совет Крыма, и вот эти квоты были заполнены депутатами, но в 1995 году решением Верховного Совета Украины была конституция Крыма отменена, были отменены институт президентства в Крыму и право на принятие Крымом своих законов, и, соответственно, тогда же были упразднены эти национальные квоты. Следующие выборы, которые прошли в 1998 году, они фактически были по продиктованным Украиной правилам проведены, они уже национальных квот не содержали. То есть, соответственно, те права крымским татарам и национальным меньшинствам, которые были прописаны в Первой Крымской Конституции, были уничтожены Украиной. И еще один вопрос, касающийся тех же самых 90-х годов. Ведь в 90-е годы в Крыму пытались учредить президентское правление, сформировать республики по образу того, как это сделано было в Российской Федерации с президентом во главе, с Юрием Мешковым. Почему же это не получилось и почему Украина не пошла на принятие такого положения? Я про Юрия Мешкова. Конституция 1992 года провозглашала Крым президентской республикой. Действительно, президент прописан был как высшее должностное лицо республики. И на тот момент Украина с этим соглашалась. Конституция была в ноябре 1992 года подкорректирована по требованию Украины, но эти пункты в ней остались. Поэтому в 1994 году в обстановке полной законности в Крыму прошли выборы президента, на которых победил руководитель республиканской партии Крыма, Юрий Мешков, выступавший за независимость Крыма с целью дальнейшего его восстанавливания с Россией. То есть, по сути, за то, что в 2014 году и произошло именно вот так вот в два хода. Соответственно, когда он был избран, около года он просидел в этом кресле. Крым начал очень серьезный дрейф в сторону России. В частности, главой правительства тогда был назначен приглашенный из России специалист Евгений Собуров. И Украина забеспокоилась о том, что Крым начинает дрейф на выход из состава Украины. Поэтому в марте 1995 года была упразднена и Крымская Конституция, и пост президента, и по сути была ликвидирована в своих основных правах Крымской автономии. Не провозглашалось упразднение в публике Крым, но по факту она была лишена всех полномочий. И все же, когда мы говорим про многочисленные электоральные процессы первой половины 90-х годов, вот такая вот очень серьезная разница. Вспоминаем с вами референдум, например, 17 марта 1991 года сохранить Советского Союза. Там Крым однозначно проголосовал за сохранение Советского Союза. Вспоминаем с вами референдум 1 декабря 1991 года, и там уже совершенно другие цифры. Там Крымская СССР 54% за независимость Украины, 57% севастопольцев тоже за независимость Украины. Как так вышло, что вот как в калейдоскопе менялось мнение, то остаемся в составе Украины, то сохраняем Советский Союз. Почему так происходило в 90-е годы? Так резко менялось мнение. Это в течение 1-го 1991 года. Крым сходил на референдум. 20 января восстановили автономию, 17 марта сохранили Советский Союз, а 1 декабря развалили Советский Союз. Значит, поясняю, в чем тут разница. Это результат хитрой политической комбинации, можно сказать, верхушечного сговора, который произошел между руководством Украины, Янидом Макарчим Кравчаком, и тогдашним руководством Крыма Николаем Васильевичем Багровым. Напоминаю, что в 1990 году в Советском Союзе был принят закон, который регулировал порядок выхода Союзной Республики из состава СССР. Этим законом прописывалось, что если Республика Союзная принимает такое решение, она обязана провести на территории, входящей в ее состав автономии, референдум о том, куда хочет эта автономия, остаться в составе Союза и в каком статусе, либо выйти из состава Союза вместе с Союзной Республикой. То есть Украина, провозглашая референдум 24 августа, провозглашая независимость и референдум о его подтверждении 1 декабря, была обязана объявить референдум на территории Крыма о его самоопределении. Но этого сделано не было. И это, соответственно, вызвало растерянность. А, ну, скажем так, фактическое исчезновение Союзной власти осени 1991 года еще более усиливало растерянность. Отношение Ельцовского окружения к крымским событиям предельно безразличное, еще более усиливало эту растерянность. И вот, если мы внимательно посмотрим на результаты референдума о независимости Украины, пришло на референдум чуть больше половины избирателей. Проголосовало за независимость Украины чуть больше половины от этой половины. То есть примерно четверть или там 28% от тех, кто имел право голоса. То есть все остальные проголосовали либо против, либо были растеряны и не знали, как проголосовать. И поэтому, соответственно, противоречий особенных в этих результатах нет. Если на материковой Украине были цифры 90 явка 90 за, то в Крыму такие цифры отсутствуют. А город Симферополь даже при той явке проголосовал за только 37%, а все остальные проголосовали против. То есть мы с вами в очередной раз убеждаемся, что не все с правовой точки зрения было здесь чисто. И все это было объектом такой тяжелой манипуляции. Ну что ж, мы сегодня поговорим... С правовой точки зрения в 2014 году мы провели тот референдум, как обязаны предоставить в 1991. Значит, историческая справедливость все-таки восторжествовала. Историческая справедливость восторжествовала. Ну что ж, у нас сегодня был очень интересный и содержательный диалог. Мы сегодня вспоминали об обстоятельствах передачи Крымского полуострова в состав Украины в 1954 году о последующих процессах. А говорили мы сегодня с Вадимом Вадимовичем Хапаевым, доцентом кафедры истории международных отношений филиала Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова в городе Севастополь, кандидатом исторических наук. Спасибо вам большое, Вадим Вадимович. Вопросы ему задавал... Вопросы ему задавал Алексей Гусев. До свидания, встретимся на следующей неделе. Спасибо. Рубалтик.ру Итоги недели